МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня Всемирный день театра. В этом году в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции традиционный республиканский конкурс театрального искусства «Узорчатый занавес» перенесли. Сегодня в Чувашии шесть государственных театров. Для наших артистов прошлый год был насыщенным. Зрителям они представили 37 премьер. Каждую весну артисты с волнением ждут республиканский конкурс «Узорчатый занавес», где определяют победителей в разных номинациях. Члены жюри были приглашены уже. Это Шрайман, театральный критик, режиссер с Нижнего Новгорода и с республики Башкортостан. Порядок работы в театрах на 2020-й был составлен в декабре прошлого года. Однако в него пришлось внести коррективы. Сейчас театры закрыты для зрителей, но артисты продолжают репетиции. У нас сейчас работают четыре параллели, четыре спектакля сразу репетируются. И в других театрах то же самое. В оперном театре уроки, хор, они все занимаются, но таких больших репетиций, сказали, нет. Театр юного зрителя тоже репетиции. 8 апреля Чувашский театр тоже будет сдавать новый спектакль. Тоже премьеры, естественно, не состоится. Русский драматический театр продолжает работать в онлайн-режиме. Спектакли транслируют в интернете. Завтра, 28 марта, можно будет посмотреть комедию «Венецианские близнецы». Развивается ли в республике кино? Какие проблемы есть у создателей фильмов? Об этом говорили на встрече представителей Союза кинематографистов республики. Создатели фильмов встретились в студии Чувашкино. Режиссеры говорили о том, что зачастую у них даже нет помещения, чтобы собраться, обсудить проблемы и заниматься творчеством. Над фильмами каждый работает на своей территории. С 2015 года Союз кинематографистов проводит Всечувашский кинофестиваль «АЗАМ». В прошлом году на конкурс представили более 30 картин. Большинство из них документальные. На создание художественных картин нет средств и возможностей. На встрече говорили о необходимости создания фильмов о национальной культуре. Но опять все упирается в финансы. Ощущается и нехватка профессиональных кадров. Для качественного кино нужны интересные сценарии. Хорошие артисты, современное оборудование. Поэтому перспективные проекты решили поощрять грантами. Наилучший, вероятно, механизм для работы – это конкурс грантов. Именно конкурс для того, чтобы мы бы определили победителя, у которого есть востребованный сегодняшним обществом материал. Берегите свое здоровье. Хорошего дня!